В 1972 году, 15 километров от Берлина, в небольшом городке Логбеталь, в Германской Демократической Республике, отец с десятью детьми ломал голову в поисках решения. Его старшему сыну, добившимся выдающихся успехов в учёбе, не разрешали сдавать выпускные экзамены. Почему? Его отец, Уве Холмер, был литеранским пастором, и вся тяжесть ситуации легла на его плечи. На следующий день у него была аудиенция с министром образования, с госпожой Марго Хонекер. Встреча оказалась с громким провалом. Министр, убеждённая коммунистка и жена диктатора ГДР, Эриха Хонекера, даже не выслушала его. После того, как его раскритиковали за религиозное воспитание детей, ему указали на дверь. Уве, не оставалось ничего другого, кроме как отправить сына в ремесленное училище. Когда его второго сына, также отличника, не допустили к выпускным экзаменам, отец решил, что на этот раз министр может смягчиться. Но он снова вернулся домой с тем же результатом. И второй сын пошёл в ремесленники. По мере того, как встречи с министром продолжались, отношение госпожи Марго Хонекер становилось всё более циничным. После десятого провала пастор Уве Хольмер смирился с тем, что у его дверей стояли 10 ремесленников. Политические волнения 1989 года привели к свержению правительства ГДР и разрушению Берлинской стены. 1 декабря было предъявлено обвинение в геноциде и государственной измене. Арестованный, а затем освобождённый по причине тяжёлой болезни, 77-летний старик и его жена Марго оказались на улице. Президентская вилла сменила назначение, а друзья исчезли. Народная ненависть к Хонекерам принимала всё более агрессивные формы. И тогда, в эти мрачные моменты, пастор Уве Хольмер снова ломал голову. Как он мог произносить молитву «Отче наш», если в сложившейся ситуации не продемонстрирует прощение вместо ненависти? Он поговорил с женой и, несмотря на протесты близких, направился к импровизированному жилищу Хонекера. Моя жена и и я приглашаем вас к нам, где есть немного больше места, — сказал он. Не раздумывая, Хонекеры переехали на чердак пасторского дома. Эта новость вызвала ажиотаж. Почти ежедневно дом был окружён протестующими. «Долой Хонекеров! В тюрьму их!» — кричали они. Ежедневно Уве Хольмер получал письма с осуждением даже от своих добрых прихожан. «Где справедливость? Ты на их стороне? Ты на стороне диктаторов?» — спрашивали они. Он даже получал четыре угрозы взрыва, так что пришлось вмешаться полиции. В течение трёх месяцев, пока гости проживали у них, Уве предоставил им кровь и защиту. Он никогда ни в чём их не упрекал. Он только показывал силу прощения, которая может исходить только из любви к Богу. Совместное проживание закончилось, когда власти поместили диктатора в военный госпиталь для продолжения судебного процесса. Разлука была дружеской. После трёх лет судебных разбирательств и болезни бывший диктатор скончался в изгнании в Чили. Марго, однако, прожила до 2016 года. По-видимому, ни о чём не сожалея. Один момент преследует меня в этой истории — это не ожесточение сердец коммунистов с атрофированной совестью после стольких лет, а реакция прихожан на своего пастора, который совершил великое. Когда они требовали справедливости и суда, они требовали что-то неправильное, не по-человечески? Нет. И вот в чём проблема. В таких ситуациях мы показываем, что придерживаемся христианства, построенного по образу другого Иисуса. И Иисуса — судьи, который осуждает, а не Христа милости и прощения. На самом деле, хотя это крайне сложно принять, это и есть суть Евангелия. Любовь Бога к тому, кто ошибся. Подумай об этом, когда будешь произносить молитву Господню, Отче наш. И прости нам долги наши, каким мы прощаем должникам нашим.